Сегодня в Уйджи-Гуде состоялось открытие нового корпуса первого лицея, рассчитанного на 400 учащихся. Педагогический коллектив и учащихся поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Подробности у Мурата Джангозова. К торжественному открытию лицея ученики и педагоги подготовились основательно. Высоких гостей встретили небольшой концертной программой, где были танцы и стихи. Каждым годом все ближе граница. Скоро с детством простимся навек. А пока будем всем научиться, чтоб достойными Родины быть. В приветственном слове глава республики рассказал о проделанной работе в рамках реализации национального проекта образования, поделился планами по обустройству учреждений образования на ближайшие годы и поздравил коллектив лицея со столь знаменательным событием. После торжественного перерезания красной ленты, кстати, это право предоставили учащимся лицея, гостей пригласили в школу. Общая площадь нового трехэтажного здания составляет около 3800 квадратных метров. Построена она по всем новейшим стандартам. На первом этаже предусмотрен современный пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. Рашид Тимрезов с удовольствием попробовал пирожок с капустой в компании юных лицеистов. У нас по меню сегодня салат капустный белокочанный, на первое у нас гороховый суп, на второе тифтели с пюре, а на третье компот. На втором и третьем этажах расположились физкультурные и актовые залы, а также новейшие, оснащенные всем необходимым учебные кабинеты. Кроме того, предусмотрена возможность универсального использования всех имеющихся помещений. Рашид Тимрезов отметил, что ввод в эксплуатацию нового лицея позволит приблизиться к решению одной из главных задач в сфере образования, поставленных президентом страны. Самая основная наша задача, самая основная задача это уйти от второй смены. Сегодня только порядка 20% наших образовательных учреждений работает во второй смену. И я уверен и абсолютно убежден, что при реализации этих планов наши дети будут обучаться в одну смену. И будет возможность у них заниматься дополнительным образованием, посещать кружки, спортивные секции. Вот это я считаю, что вот такая основная задача. В настоящее время для решения задачи по ликвидации двухсменного обучения в ауле Гюрюль-Де-Ух строится школа на 165 мест. В этом же году начнется строительство школы на 960 мест в селе Учкекен. Мурат Шантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.